МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кукуруза – основной ингредиент в сухих кормах животных. И хотя на наших дачных участках кукуруза – большая редкость, это вовсе не означает, что вырастить ее самостоятельно невозможно. Сегодня мы расскажем о том, как удивить соседей и получить урожай кукурузы на своем огороде. Кукурузу начали возделывать индейцы Южной Америки 6, а может, 7 тысяч лет назад. Колумб обнаружил кукурузу, путешествуя через Перу и доставил семена кукурузы в Европу в 15 веке. Вскоре после этого кукурузу начали выращивать по всей Средиземноморской территории. В России ее узнали в 17 веке и выращивали сначала в южных районах. В 1847 году вышел указ, по которому для поощрения разведения новой культуры разрешалась бесплатная раздача семян. В городах процветала уличная торговля кукурузой, называемой пшенкой. Первые кукурузные початки были в 10 раз меньше, чем сегодня. В настоящее время в Мексике насчитывается более тысячи сортов кукурузы, среди которых имеется не только знакомая нам белая и желтая, но и синяя, красная и даже черная. Традиционно кукурузу делят на две основные группы. Это лопающаяся кукуруза, то есть для изготовления, например, попкорна, хотя она тоже может идти на консервирование. Это сорт Днепровский, Заря и также сахарная кукуруза, например, Краснодарская сахарная. Эти сорта уже, конечно, идут в пищу как в свежеотваренном, так и в консервированном виде. По скороспелости выделяют, конечно, ранние спелые, среднеспелые и поздние сорта, но сразу скажу, что средние и поздние спелые сорта в условиях северо-запада Европейской России практически не успевают возревать. Как это не покажется странным, но кукуруза растет даже в северо-западном регионе и дает початки молочно-восковой спелости. В сухое и жаркое лето таких початков можно собрать до 6-8 штук с каждого растения. Лучше всего на северо-западе удаются раннеспелые сорта, в основном низкорослые, но вырастает и декоративная кукуруза, достигающая 3 метров в высоту, с фиолетовым или темно-красным стеблем и красивыми разноцветными зернами. Кукуруза хорошо удается только на очень плодородных почвах с рыхлой структурой. Тяжелая и уплотненная почва для нее абсолютно не подходит. Также кукуруза не растет на заболоченных участках, она очень быстро поражается гнилями. И в качестве предшественников для улучшения почвы под кукурузу следует обязательно провести несколько сезонов выращивания зеленых культур, овощных или картофеля. Вот в таком случае хорошо вскопанная, обогащенная почва будет нормальным грунтом и для кукурузы. Обработку почвы под кукурузу надо производить как можно раньше. Главное – обеспечить глубокий, рыхлый пахотный слой. В это же время можно внести небольшое количество органики. Необходимость удобрений зависит от качества почвы. По методу индейцев кукурузу высаживают вместе с тыквой, которая защищает почву от сорняков и не дает испаряться лишней влаги, что способствует увеличению урожайности. Основная проблема при выращивании кукурузы на северо-западе – это кислые бедные почвы. Поэтому при подготовке почвы под посев кукурузы следует обязательно внести доломитовую муку или известь пушонку и после этого внести перепревший навоз. Вот такая сильно подготовленная почва при раскопке где-то на 30-40 сантиметров с оборотом пласта может стать хорошим грунтом. В южных и центральных районах оптимальный срок посева этой овощной культуры – 3 декада апреля. Высаживают скороспелые сорта и гибриды, например, аурика или днестровская 115, которые обладают повышенной холодостойкостью, формируют хороший урожай и рано созревают. Целесообразны летние посевы сахарной кукурузы в июне после уборки гороха и обильного полива, так как в это время почва обычно бывает сухой. Кукуруза – светолюбивое растение короткого дня. Зацветает она при световом дне в 8-9 часовом. При более длинном световом дне от 12 до 14 часов период вегетации удлиняется. Для кукурузы очень важно интенсивное солнечное освещение, особенно в молодом возрасте. Кукуруза – очень теплолюбивое растение. В принципе, ее семена прорастают при температуре 10-12 градусов, но оптимальной температурой для роста и развития растений является 20-24 градуса тепла. При снижении температуры до 4 градусов растение замирает в росте, а при еще большем снижении температуры оно может вообще погибнуть. Особенно важен тепловой режим в период формирования початков кукурузы. Схема посадки сахарной кукурузы – 60 сантиметров на 30 сантиметров. Для оптимальных условий идеальная глубина заделки семян – 5 сантиметров. В каждое гнездо нужно класть по 3-4 зерна, а после появления всходов делать прореживание и оставлять в гнезде по одному целому растению. Посадки необходимо накрыть пленкой, которая защитит нежные побеги от заморозков. Посев кукурузы производят в конце апреля-начале мая на хорошо прогретых почвах, когда температура на глубине заделки семян достигнет плюс 10-12 градусов. Чтобы иметь свежие початки в течение лета, высевать кукурузу следует с интервалом в 10-15 дней. От первых временных заморозков растения укрывают полиэтиленовой пленкой. Посев кукурузы производят, когда температура почвы на глубине 4-6 сантиметров поднимется выше 10 градусов. В наших районах, в северо-западных, обычно это конец апреля-начале мая. Ну, конечно, это при ранней весне. Если вы не уверены, что кукуруза успеет прижиться и вырасти, то можно попробовать выращивание рассадным способом, когда вносят 20-дневную рассаду в тепличку, и дальше она укореняется, затем укрытие убирают, после чего она нормально растет уже в открытом грунте. Однако при выращивании кукурузы рассадой следует учитывать, что растения, особенно молодые, исключительно плохо переносят пересадку. Если возникают повреждения на корнях, это усиливает вероятность заболевания кукурузы в 2-3 раза. Поэтому, конечно, следует либо очень тщательно и аккуратно вынимать растения, избегая повреждения корешков, либо сажать вместе с торфяными горшочками, в которых они выращиваются. На северо-западе лучше всего выращивать кукурузу через рассаду. Не следует высевать зерна слишком рано, поскольку они быстро всходят и быстро растут, а пересадить растения в открытый грунт можно только после того, как минуют весенние заморозки. Лучшее время посева в теплицу или в пол-литровые емкости в квартире – середина мая. Подросшую рассаду можно высадить в открытый грунт в середине июня по схеме 40 на 40 сантиметров. Следует помнить, что кукуруза – теплолюбивая культура и погибает при одном градусе. При поздних заморозках посадки кукурузы следует накрывать лутросилом. Перед тем, как посадить, семена кукурузы прогревают 4-5 дней на солнце, а затем замачивают в теплой воде для того, чтобы ускорить появление всходов. В районах с коротким теплым периодом, а также, если хотят получить раннюю продукцию, практикуют выращивание 20-30-дневной рассады в торфа или перегной на земляных горшочках, стаканчиках, а чаще на дерниках. Растения плохо переносят пересадку, поэтому необходимо следить, чтобы не повреждалась корневая система. Календарные сроки сева кукурузы приходятся на период с 1 по 15 мая. Для посева кукурузы на зерно и силос необходимо соблюдать оптимальную температуру почвы. Измеряется температура на глубине 10 сантиметров, и лучшей является температура 10-12 градусов тепла. Холодоустойчивые гибриды могут быть посеяны в менее теплую почву температурой 8-10 градусов, но которая держится в течение трех дней. Посев кукурузы в неподготовленную холодную почву очень рискованной. Важное значение имеет не только количество посаженных растений, но и их равномерное размещение на площади. Для получения дружных выровненных всходов необходимо соблюдать равномерную глубину посадки на 4-6 сантиметров. Для этого нужно выровнять почву и настроить сейлку на необходимую заданную глубину. В странах Америки и Европы это растение называют маис, а у нас кукуруза. Почему? Увы, точного ответа на этот вопрос не могут дать даже этимологи. Одни считают, что оно произошло от существовавших у некоторых славянских народов слов, означающих «кудрявый». Другие относят происхождение к турецкому слову «кохорос» «стебель кукурузы» или румынскому «кукуруз» «еловая шишка». Есть даже мнение, что слово «кукуруза» произошло от звуков, издаваемых при подзывании птиц, которых кормили кукурузой. Известно, что в наш язык слово попало в 19 веке с юга, то есть, вероятно, оно произошло от южных славян. Среди подкормок первое место занимают азотные удобрения. Недостаток азота в растении кукурузы замедляет рост, приводит к пожелтению листьев, преждевременному их старению и отмиранию. Азот как элемент легко покидает почву, поэтому в идеальных условиях его необходимо вносить дробно, как можно ближе ко времени, когда растение наиболее в нем нуждается. Внесение азота перед посевом или при поливе считается наиболее эффективной формой его использования. Если из стебля у самой земли торчат отростки, будто царица растопырила пальчики, окушьте ее. Это она просит дополнительной опоры и пищи. До всходовое оборонование производят спустя 5-6 дней после посева, когда сорняки проросли и находятся в фазе белой ниточки. Боронуют поперек редков легкими и средними боронами. После всходовое оборонование осуществляют в фазе появления листочков 2-3 и 4-5. Сорняки также уничтожают между рядами. Первый раз на глубину 6-8 см, второй раз в зависимости от вырастания сорняков. Кукурузу можно выращивать в качестве кулисной культуры, защищающей более нежные растения от холодных ветров или закрывающей неприглядные места на участке, например, навозную кучу. Но при этом посадки кукурузы сами должны находиться под прикрытием построек или кустарников от холодного северного ветра. Уход за кукурузой заключается в регулярном еженедельном поливе растений. Почву нужно промочить не менее чем на 20 см и обязательно провести рыхление между рядей. Когда растения достигнут высоты 35-40 см и образуют 6-7 листьев, их окучивают. Поскольку молодая кукуруза не слишком быстро растет в условиях севера, то, конечно, в первую очередь нужно проводить хорошие грамотные прополки с рыхлением. Кроме того, уход за кукурузой должен обязательно включать подкормки. Как правило, их проводят птичьим пометом, разведенным в воде, или коровяком. Настой коровяка вместе, допустим, с настоем скошенных трав. Все это вместе вносится дважды за время вегетации кукурузы. Первый раз в середине июня, а второй раз в первой декаде июля. Кукуруза очень хорошо отзывается на подкормки калием. Один раз в две недели на ведро воды, которое выливают на две лунки, добавляет 40 грамм хлористого калия и по 20 грамм аммиачной селитры и суперфосфата. Высаживать сахарную кукурузу рядом с посевами полевой кукурузы нежелательно, так как возможно переопыление с другими подвидами, что приводит к ухудшению качества зерна. Чтобы кукуруза как можно больше завязалась, то есть дала уже початков полных, следует проводить до опыления. Для этого на мужских растениях кукурузы срывают мужские цветки, так называемые султаны, и проводят ими по женским цветкам вручную. После чего вероятность опыления возрастает несколько раз, и вы получите значительно большой урожай. Специалисты видят оптимальный вариант в том, чтобы выращивать кукурузу в 4 ряда, так как она – перекрестно опыляющееся растение. Если вы хотите вырастить только одно растение или посадить кукурузу в один ряд, то вам следует подумать о ручном опылении. В маленьких посадках ручное опыление – не такая уж трудная работа. Наденьте бумажный пакет на метелку и вытряхните пыльцу. Затем расправьте шелк будущих початков и потрясите над ним пакет. Делайте это утром в течение трёх дней, когда температура достигнет 17-18 градусов, и получите полновесные початки. Для ускорения возревания початков, образовавшихся в верхней части стебля, пасынки, появляющиеся в пазухах нижних листьев, выламывают. Одна из основных болезней кукурузы – это пузырчатая головня. Бороться с ней сравнительно сложно, поскольку возбудительное время сохраняется в почве. Из-за этого следует просто регулярно проводить полный севооборот и не выращивать кукурузу на одном месте более двух лет. Среди вредителей, наиболее часто поражающих кукурузу, встречаются в основном различные виды бабочек. Это луговой мотылек и некоторые виды совок. Для того, чтобы избежать их массового появления, следует соблюдать грамотный севооборот, возвращая кукурузу не раньше, чем через 3-4 года на прежнее место, и, конечно, следить за качеством семян, так как гусеницы многих этих бабочек зимуют в семенах, которые упали на почву и затем были занесены компостом. Иногда на растении можно заметить потемнение. Листья желтеют и отмирают. Это первое проявление стеблевой гнили. Если такое произошло, нужно будет просто удалить поврежденные листочки и обработать растение любым из фунгицидов. Помните, что химическую обработку не проводят перед сбором урожая. Готовность початков к уборке определяет по состоянию шелка. Он должен стать коричневым и сухим. Если опыление было хорошим, то початок полный. Также в спелом початке не должно быть точек на зернышках. Разверните один початок прямо на растении и при наличии их заверните початок и подождите три дня. Декоративная кукуруза пока еще мало знакома российским дачникам. Высоту растения достигает полутора-двух метров. Осенью зерна окрашиваются в самые неожиданные цвета. Синие, красные, оранжевые, бордовые и даже черные. Такой чудо-початок способен посоперничать даже с самыми яркими декоративными цветами. Причем она обладает приятным вкусом и очень полезна. Лучше всего растут гибриды кукурузы, которые получают скрещиванием родительских линий, полученные от чистого самоопыления. Поэтому если вы хотите получить какой-то определенный сорт, конечно, лучше выращивать готовые семена, не пользуясь своими навыками семеноводчества. Но если все-таки хочется поэкспериментировать, следует помнить, что есть ряд гибридов, которые не подходят для семеноводства. Это гибриды аурика, аккорд и гибрид ивушка. Несмотря на то, что они могут расти у нас в условиях северо-запада, лучше их использовать однократно. То есть купили семена, посадили, получили продукцию. Если вы хотите сразу готовить сладкую кукурузу, то сделайте это в течение часа. Если нет, сразу же заморозьте ее. Иначе початки быстро потеряют сладость. Но учтите, что замороженные, они сохраняют сладость не более одного дня. За 6 часов хранения при комнатной температуре свежесобранный кукурузный початок теряет до 40% сахара, который превращается в крахмал. Всего же одного бушеля, а именно такой единицей измеряется объем кукурузы, хватит для того, чтобы подсластить 400 банок газированного напитка. Кукуруза является источником таких аминокислот, как лизин и трептофан. В кукурузе достаточно большое количество белка растительного происхождения. И на самом деле полезны не только зерна кукурузы, но и те нити, которые обрамляет сам початок. То есть кукурузные рыльцы. Вот эти кукурузные рыльцы очень полезны для людей, которые страдают заболеванием печени, желчеводящей системы, потому что кукурузные рыльцы улучшают желчевыведение, увеличивают отток жидкости лишней из нашего организма. Противопоказания с осторожностью надо получать кукурузу, есть кукурузу лицам, у которых есть проблемы с повышенной свертываемостью кровью, с тромбозами и тромофилибитами. Зерна кукурузы едят жареными и вареными. Из толченого или дробленого зерна готовят лепешки, кашу, милят муку, из которой делают хлеб. Возможно, вы встречали в рецептах упоминание о молодой кукурузе – бэби-корн. Эти маленькие желтые початки снимаются совсем незрелыми. Их едят целиком, сырыми и в салатах. Выращивают их в основном в Таиланде и Гамбии и используют во многих блюдах китайской и азиатской кухни. Чтобы приготовить вареную кукурузу, нужно очистить початок от оболочки и наружных волокон, опустить в кипящую воду и варить его до мягкости. Затем воду слить. И подавать кукурузу с кусочками масла и молотым черным перцем. В воду можно добавить немного сахара, но не соль, так как из-за нее зернышки станут жесткими. Количество рядов зерен на каждом початке кукурузы всегда четное. Обычно кукурузный початок имеет от 8 до 22 рядов и до 1000 зерен. Можно приготовить и такое блюдо. Отваренные в соленой воде початки слегка посыпать перцем, обмакнуть в жидкое тесто и обжарить в растительном масле до корочки. Раньше в пищу употребляли не только зерно. С пыльцой варили суп, начиняли ею лепешки. Темно-красные зерна служили красителем. Из сочных сладковатых стеблей варили сироп, готовили вино. Сегодня мы приготовим кукурузу, жареную с морковью и сыром. Нам понадобится кукуруза с двух початков, две морковки, кусочек сыра и немного майонеза. Начнем с варки ингредиентов. Кукурузу поставим варить. Морковь нужно почистить. И теперь ждем, пока ингредиенты сварятся. Ну вот, кукуруза и морковка сварились. Теперь приступим к их смешиванию. Нам понадобится сковородка, которую мы смажем маслом. В отдельной миске мы будем все смешивать. Кукурузу и морковку, тертую на терке. Нам нужно добавить сюда обязательно черный перец, соль. Потом мы выложим сюда майонез. И натрем сюда же сыр. Теперь перемешаем. А теперь поставим разогреваться сковородку на огонь. Сковородка разогрелась. И мы выложим туда кукурузу. Разровняем. Уменьшим огонь. И плотно закроем крышкой. Теперь под закрытой крышкой все это дело будет запекаться минут 10. Ну вот, кукуруза готова. Мы порежем немножко ферушек зеленого лука для того, чтобы украсить кукурузу. Посыпаем сверху зеленым луком. Кукуруза, жареная с морковью и сыром, готова. Подавайте ее прямо на сковородке. Приятного аппетита! Наверняка многие видели на полках супермаркетов рядом с привычными бутылками подсолнечного масла другие масла, в том числе кукурузное. И задавали себе вопрос, а какое полезнее? Следует сказать, что самое полезное в растительном масле – это содержание полиненасыщенных жирных кислот, тех самых, которые считаются хорошими жирами, благодаря способности предотвращать образование холестериновых бляшек в наших сосудах. Так вот, в кукурузном масле его почти столько же, сколько и в подсолнечном и оливковом. Так что дело за вкусом. Для профилактического эффекта достаточно каждый день добавлять в свою порцию салата одну столовую ложку кукурузного масла. Кукурузные рыльца, волоски которой торчат вверху початка, применяются в медицине, а твар из них оказывает мочегонное и желчегонное действия, способствует понижению сахара в крови, а также его используют в качестве кровоостанавливающего средства. Это был последний выпуск программы «Разумный огород». Я надеюсь, что благодаря нашим советам урожай овощей на ваших участках будет богатым и не доставит много хлопот. Удачных вам посадок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова